Я долму готовила, а тут какой-то блинный шоколадный торт. Шеф это тот, который может исправить вообще любую ситуацию, когда все пошло по... Как же его перевернуть-то? Какой странный блин. Вот у меня получаются комочки. Это что, блин? Ну, главное, что пахнет шоколадным. Это урод, а не блин. Урод здесь у нас только один. И это не блин. Всем привет! Это YouDay и долгожданная рубрика «По сути вкусно». Понедельник у нас началась масленичная неделя. И мамам показывали очень классный рецепт обминов. Делали блинчики с икрой, делали блинчики со слабосоленой рыбкой. И вот я и решила попробовать сделать блины сладкие. В общем, сделать их с начинкой. И увидела очень крутой рецепт у шефа Бельковича. Есть такой шеф в ютубе, у него классный канал. Так вот, он предложил сделать блинный торт. Такой красивый шоколадный торт. И я подумала, блин, это же круто! То есть можно так просто не выпекать коржи, а испить шоколадные блинчики, промазать их кремом, и получится торт. В общем, мне показалось, что это очень крутая затея. Это будет очень вкусно. И моим детям это точно понравится. Еще понравится всем сладкоежкам. Да, Женька? Да. В общем, готовим блинный шоколадный торт. Погнали! Рецепт блинного шоколадного тортика. Это великая вкуснятина, которая понравится всем, готовится легко. А еще покажу, как приготовить быстрый, но очень вкусный крем к этому тортику. Смотрите. Я почему-то на него смотрю и улыбаюсь, как дурочка. Может, нравится тебе просто мужик? Ну, может. Ну, он очень милый. Ну, давай вот обсудим это. Давай не будем об этом. Слишком жирное нам тесто не надо, поэтому смешиваем воду и молоко. Так экономней, и все равно, поверьте, будет вкусным. Дальше разбиваем туда одно куриное яйцо. Без скорлупы. А тут еще один шутник, Женька. Че ты не смеешься? Не смешно! Ну, давайте досмотрим уже, что там нужно смешать вместе. Я так полагаю, что там еще яйцо будет, соль, сахар. Вдруг там что-то еще есть волшебное. Бульк. Теперь обязательно соль. Обязательно соль. Несколько щепоток. Так будет вкуснее. Без соли не так будет вкусно. И сахарный песочек. Примерно столовую ложку одну. Вот. Берем венчик и перемешиваем. В общем, берем стакан воды. Точнее, не стакан, а 250 мл воды, 250 мл молока. Добавляем столовую ложку сахара. Добавляем одно яйцо. Я бы добавил больше, но раз мы делаем по его рецепту, значит, добавляем одно яйцо, щепотку соли. И все перемешиваем. Сказать же, Марина, без скорлупы. Что непонятного? Без скорлупы. Все перемешиваем. Может, я влила слишком много молока и воды? Слушай, а может, мы просто отдадим людям его рецепты, пусть готовят? Просто отмонтируем в наше видео его видео. У тебя смешное лицо через стакан. Оно у меня не через стакан тоже смешное. Я надеюсь просто, что одного яйца на это количество молока и воды достаточно. Достаточно? Все, слегка перемешали, взбивать не надо. А вот теперь маленький секретик. Нам нужно сделать шоколадную муку. Только нам нужно какао. Вот если я добавлю его просто в молоко, тогда у нас цвет будет не такой яркий. А если какао смешать с мукой, а потом уже замешать с жидкой составляющей, тогда цвет будет блинчиков более яркий. Мне тут негде замешивать. Я взяла красивую мисочку белую, маленькую. Думаю, вот отлично будет смотреться это количество муки. Думают, что я не справлюсь. Я долму готовила. А тут какой-то блинный шоколадный торт. Что, теперь вводим сухую часть в жидкую и аккуратненько все перемешиваем. Честно говоря, я никогда не делала шоколадные блины. Хотя кажется, ну вот просто такая простая идея. Зато сделала шоколадную себя. В общем, я все перемешала. Посмотрим, что она говорит дальше нам. Чтобы не было комочков, есть такая технология. Смотрите, вы берете вот так венчиком и просто по краешкам. Вот так вот. Не просто в центр перемешаете, а берете вот так. Вот венчиком, видите, я по стеночкам ввожу. Хоп, и тем самым разбиваю все комочки, если вдруг они есть. У меня нет комочков. Наше тесто практически готово. В самый последний момент вливаем туда растительное масло. И благодаря такой технологии блинчики будут вкуснее. И не надо будет смазывать сковородку. Сейчас покажу. Что ты все кашляешь в блины мои? Где тесто покажу? В общем, сделали такое тесто, не очень жидкое, не очень густое. Я думаю, что как раз то, что нужно. Как сказал нам шеф, не нужно очень сильно стараться, потому что блины все равно будем пропитывать кремом. Они не нужны нам какие-то ажурные, особенные. Поэтому просто расслабляемся и жарим блинчики. У меня есть блинная сковорода. Сейчас у него там идет реклама сковородки. Мы ничего не рекламируем, никакой рекламы у нас нет. Сковородку тем более мы не будем рекламировать, хотя она у нас неплохая. Я так понимаю, по логике мы просто должны поразить блины. По логике, да. По логике, да. Мы что, блинами здесь собрались? Ну, вообще-то да. Нагреваем сковородочку и жарим блинчики. Всегда перед тем, как налить тесто на сковородку, перемешивайте тесто. Перемешали и вот таким вот одним движением наливаем тесто на сковородку. Смазывать не надо. Потом будет в эти бирочки крем попадать и пропитывать блинчик изнутри. И... Ну, давай, начинай, ёлки-палки. Долго мы тут будем яйца чесать? Он так классно все делает, наливает, я прям засмотрелась. Можем повторить. Что-то они шкорчат у меня. Охреново нагрел сковородку. Шеф, я забираю у тебя это звание шефа. Слушай, шеф это тот... Ты не шеф. Шеф это тот, который может исправить вообще любую ситуацию, когда все пошло по... Марина, у тебя вздулись блины, переворачивай. Я вообще не понимаю, что не так. Вот я же говорю, я никогда не делала шоколадные блины. Может, неспроста я их не делала. Так давай сейчас сгорят твои блины шоколадные. Как же его перевернуть-то? А попробуй подкинуть его. Не могу я подкинуть, ты видишь, он прилип. Знаешь же, Женя, твои вот эти вот идеи... Гениальные. Завиральные. Какой странный, блин. Переворачиваем. Опа. И быстренько жарим с другой стороны. Это что, блин? Ты людям расскажешь, как блины жарят шоколадные. Что это такое? Ну, главное, что пахнет шоколадным. Это рот они, блин. Урод, урод, здесь у нас только один. И это не блин. Ранил. Пау, пау. Решила налить масло на всякий случай, чтобы он не вздувался. Может быть, надо первый было, блин, сделать с маслом. Я-то взбивала венчиком, но все равно комочки у меня получились. Может быть, все зависит от муки, от какао. Говорят, комочки остались, а у тебя не остались, а получились. Ошибся, допустим. Давайте, прошу у всех прощения за эту фразу. Теперь делаем крем. Честно признаюсь, это мой любимый крем. Он самый простой. Его всегда можете сделать дома. Здесь нужно всего два ингредиента. Это вареная сгущенка и сметана. Короче, готовим крем. Ее еще надо открыть. Вот это я очень не люблю. Есть у меня мужчина в доме? Мужчина, проходите. Все сама. Все сама. Сама обслуживаю. Это я кровь высасываю. Мою выпила всю, да? Теперь свою. Как же я люблю сгущенку. Вот я ее никогда не покупаю, но я ее так люблю. Мне кажется, вот если бы мне сказали, Маринка, вот ты съешь эту банку, ничего не будет тебе. Ни калорий, ни лишнего жира, ни чувства стыда. У него, кстати, более жидкая сгущенка. Я вот посмотрела. Не знаю, хорошо это или плохо. У меня были плотные, но попробуем ее перемешать. Сметаночку добавляем. Вот такая у меня сегодня сметанка. Мой венчик не справится с этой нагрузкой. Я попробую перемешать ложкой. Ой, боже мой. Девять вечера. Самое время попробовать сгущенку. Можешь песенку? Сгущенка, сгущеночка, темные... Вот у меня получаются комочки. Потому что изначально у меня сгущенка все-таки очень плотная. Не такая, как на видео. У него какая-то жидкая... Не российская, это какая-то подделка вообще. У нас вот чтоб ложка стояла. Такая сгущенка. Не, ну я вообще считаю, что у нас хорошая сгущенка. Хорошие молочные заводы. Ну, я не вижу проблем, честно говоря. Это же не мука, которая не перемешалась. Это кусочки сгущенки. Значит, будешь есть тортик, и тебе будут попадаться вот кусочки сгущенки. Это же вкусно. Вот видите, вот маленькие такие остаются. Как будто орешки. Все, когда мы перемешали, убедились, просто сгущенка, она бывает плотнее. Бывает, слюнки потекли от этого аромата. Вот, бывает менее плотная, бывает супер плотная. Поэтому такая технология позволит вам сделать венчиком равномерно крем, чтобы у вас все получилось. Идеально. Слушайте, ну я не знаю, как сделать однородным этот крем. Поактивнее надо месить. В общем, я не вижу проблемы. Я, конечно, постараюсь активнее тут все это помешать. Но если до конца не размешаю, ну, и ладно. Может, ты поможешь? Конечно нет. Я когда жарила блинчики, тут был такой запах, как на шоколадной фабрике. Мы просто иногда мимо коммунарки проезжаем. И вот когда там конфеты делают, активно, видимо, идет такой вот запах шоколадный. И вот тут был такой запах. А может, это блины жарит на фабрике? Может. Ладно, продолжим. Я просто немножечко перевела дух. Я разболтала эти комочки. Я молодец. Посмотри. Все, короче. Вот так вот. Уп. А блин нос? С удовольствием. Очень вкусно. В общем, наш чудо-крем готов. Вот такой густой крем получился. Однородный, красивый. Теперь соединяем наши блинчики в красивый тортик. Хорош, хорош уже, блин. Ну, это будет очень сладко, очень жирно. Я просто прям не знаю, сколько здесь калорий. Очень вкусно. Ну, я надеюсь, что вкусно. Он какой-то у меня кривоватый. Я смотрю на видео у нашего шефа. Вот он высокий. Но какая разница? Мы же готовим для себя, для своих домашних. Ну... Ну и финальный штрих, друзья, шоколад. Ведь это шоколадный блинный торт. Берем долечку, натираем сверху шоколад. Обязательно, чтобы подчеркнуть шоколадный характер нашего тортика. На, держи еще просто. Подожди. Что? Я вытираю тут поля. Чтобы красиво было. Я не люблю это, когда совсем некрасиво. Да хорош уже, хорош. Ну, у меня вот такая в середине, тут в середине кокоса. Но другой мне просто не было. Я не купила. Ну, простите. Блинный шоколадный тортик готов. Ну, я приложила максимум усилий, любви, стараний. И я очень надеюсь, что это вкусно. Я предлагаю это попробовать. Я считаю красиво. Нарезается так себе. Ну, потому что просто растекается. Время ему нужно, время и холод. Вот. Пахнет очень вкусно. И шоколадом, и сгущенкой. Очень вкусно. Все-таки это не коржи классические, к которым мы привыкли. Это такие мягкие блинчики с классной начинкой. Мне очень вкусно. Кстати, в меру сладко. Действительно, вот эта сметана, она теняет сладкий вкус сгущенки. При этом мы не добавляли много сахара в блины. Значит, они тоже не очень сладкие. Поэтому прям, ну, круто. Я считаю, что это должны попробовать дети. Как ты думаешь? Конечно, вот же они стоят. Давай, давай, ты первая. Ну что, тебе вкусно? Да. Вкусно. Что еще скажешь? Ничего. Давай мне еще попробовать. Видишь ты? Осознала, как это вкусно? Ну, слушай, надо сказать, что это достаточно просто, достаточно бюджетно. Практически все ингредиенты у нас, как правило, есть. В общем, ну вот. Это самый главный показатель, я считаю. Да, еще попробовать. Кто-то там сзади уже подъедает. Поэтому десерт достойный вашего внимания. Очень простой, вкусный. Для меня необычный. Впервые готовила шоколадные блины. Пишите вообще, готовили ли вы когда-нибудь такой тортик. Или, может быть, вы отдельно готовили шоколадные блины. Обязательно пишите какой-нибудь свой фирменный рецепт. Это была я. Это были вы. Всем хороших выходных. Пока!